МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите программу «Совет моего дома». Рассказываем, как благодаря взаимодействию жителей и власти можно решать вопросы жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства и поддерживать порядок в городе. Продолжаем говорить на тему ЖКХ. Сегодня в нашей программе мы поговорим на очень важную тему для населения текущий и капитальный ремонт в многоквартирном доме. Как добиться, чтобы твой дом привели в порядок, какие проблемы могут возникнуть при проведении капитального ремонта и как разрешить и что делать, чтобы ускорить свои сроки капремонта. Можно ли отремонтировать дом с помощью субсидий от государства? Вот сегодня на эти вопросы мы найдем ответы. В нашей программе я представляю гостей в студии. Алексей Борисович Старостин, заместитель руководителя Управления и развития, реконструкции и ремонта Департамента городского хозяйства и экологии администрации городского округа Самара. И Виктор Иванович Чисовских, руководитель регионального центра ЖКХ «Контроль». Здравствуйте, уважаемые гости. Здравствуйте. Алексей Борисович, первый вопрос у меня, наверное, будет к вам. Вот капитальный ремонт. Я попрошу рассказать вас о способах формирования фонда капитального ремонта. Способы формирования капитального ремонта, они в принципе у нас регламентированы действующим законодательством. Общее понятие капитальный ремонт у нас, соответственно, на данный момент фигурирует в жилищном кодексе, так же, как и в градостроительном кодексе. Но система капитального ремонта, она целиком, полностью регламентируется и регулируется жилищным кодексом. Поэтому у нас, если брать уровень субъекта, на уровне субъекта принята вся законодательная и нормативная база с целью обеспечения капитального ремонта. И также определены условия по формированию фондов капитального ремонта. Вообще по закону у нас фонды капитального ремонта формируются по трем направлениям. Это специальный счет, где собственники определяют способ накопления отдельное финансовое юрлицо. И, значит, второе – это непосредственно фонд капитального ремонта, так называемый общий котел, где собственники платят в общий котел, в рамках которого осуществляется капитальный ремонт. Ну и существует третья форма – это непосредственно специальный счет у фонда капитального ремонта, где держателем спецсчета является непосредственно не финансовая организация, а непосредственно фонд капитального ремонта. Виктор Иванович, а вот как Вы считаете, какие плюсы и минусы есть здесь? Значит, смотрите, если мы платим в общий котел, это первый способ формирования, то мы просто платим и все. И ждем, когда подойдет срок по программе, нам придут, сделают ремонт, мы проконтролируем и на этом закончится наша функция. Если мы открываем специальный счет, он может быть открыт управляющей компанией, ТСЖ, либо фондом капитального ремонта, то здесь мы принимаем решение, когда, в какие сроки проводить эти работы по капитальному ремонту. Потому что в программе определено, допустим, 25-28 год, ремонт крыши. Но если у нас имеется спецсчет, мы можем раньше этого срока начать выполнять эти работы. Если, к примеру, она прохудилась раньше. Да, если она прохудилась и требует капитального ремонта, то мы можем, вот открыли спецсчет, через год нам фонд капитального ремонта, деньги перечислить на этот спецсчет, и после того, как деньги будут перечислены на спецсчет, на следующий год мы можем заключать договор с подрядной организацией и начинать работы по капитальному ремонту. Но еще раз обращаю внимание, значит, выполнять надо только те работы, которые находятся в программе у вас. Поэтому просто так, лишь бы мы захотели, какие виды работы делаем, такого делать нельзя. Спасибо. Алексей Борисович, вот капитальный ремонт и текущий ремонт, скажите все-таки, какая принципиальная разница этих видов работ в многоквартирном доме? И скажите, пожалуйста, кто же их проводит? Ну, что касается капитального и что касается текущего ремонта, это два разных вида работ, которые непосредственно определены действующим законодательством. И собственники, по сути, платят и за текущий, и за капитальный ремонт по раздельным счетам. Ну, начнем с капитального ремонта. Капитальный ремонт – это что такое? Это замена или восстановление строительных конструкций или отдельных его частей многоквартирного дома. Данное понятие, оно дается градостроительным кодексом, дублируется в рамках всех нормативных праводокументов и выполняется непосредственно фондом капитального ремонта в нашем случае, если это общий котел. Значит, жилищным кодексом определены шесть видов работ по капитальному ремонту, да, о чем сказал Виктор Иванович. Первое – это замена и ремонт инженерных систем, которые включают в себя полностью систему отопления, системы горячего водоснабжения, водоотведения, водоснабжения, электроснабжения, ну и так далее. Второе – это ремонт крыши. Третье – это замена и ремонт лифтового оборудования. Четвертое – это у нас ремонт подвальных помещений. Пятое – ремонт фасада. И шестое – это у нас ремонт фундаментов отдельно, да, то есть у нас в законе, собственно, собственники и платят за эти виды работы. И непосредственно, значит, в том случае, если это общий котел, у нас заказчиком выступает фонд капитального ремонта, значит, процедура, она определена, значит, есть короткосрочные планы, есть региональная программа. Региональная программа у нас в субъекте, она утверждена постановлением правительства номер 707. В данной программе каждый многоквартирный дом расписан по всем видам работ и по срокам проведения капитального ремонта. И, исходя из, соответственно, сроков, которые определены региональной программой, капитальный ремонт фондом осуществляется в рамках краткосрочного плана по данным позициям. Что касается непосредственно текущего ремонта. Ну, текущий ремонт – это тот вид работ, который осуществляется у управляющей компании. Собственники многоквартирных домов также оплачивают, соответственно, данный вид расходов. Значит, непосредственно набор вида и объема работ также определены действующим законом. Это нормативно правовыми документами непосредственно, да, то есть это ремонт, выполняемый в плановом порядке с целью восстановления исправности и работоспособности системы многоквартирного дома. Он может осуществляться как на строительных конструкциях, так и на инженерных коммуникациях многоквартирного дома. В Самаре полным ходом идет замена старых лифтов на новые. У большей части подъемников срок годности подходит к концу. В 2023 году в области планируется заменить более тысячи лифтов. Меняют их по региональной программе капитального ремонта многоквартирных домов. Подробнее в нашем сюжете. Галина Кошечкина живет в доме 131 по улице Ташкентской с 1996 года. Почти все это время женщине, как и другим жильцам, приходилось пользоваться старым лифтом. По ее словам, в кабине нередко застревали люди. Недавно ситуация поменялась. В ее подъезде установили новый лифт. Мы уже их, так сказать, проверили, испробовали. Там и зеркало, и чисто, и плавно работают, и все кнопки, и внимание там, куда можно позвонить в диспетчерскую. Ну, в общем, очень удобно. У большей части лифтового хозяйства не только Самары, но и области срок эксплуатации практически завершен. В 2023 году в регионе планируется заменить более 1100 устаревших подъемников. Меняют их по региональной программе капремонта многоквартирных домов. За счет средств фунда капитального ремонта, которые собираются от жителей, конечно, средств этих недостаточно. И сроки по фунду капитального ремонта, они довольно-таки далекие. Решением губернатора было поддержать идею, что необходимо все-таки дополнительно выделить средства на выполнение данных работ. Помимо кабины специалисты меняют все узлы и агрегаты. Это подвесные кабели, лебедка, станция управления. Новые лифты работают практически бесшумно. Работа по демонтажу и монтажу занимают от полутора до двух месяцев. Гарантия у нас на работы предоставляется и на оборудование. Это 18 месяцев. Срок годности лифта, срок его работы – 25 лет. Эффективное взаимодействие с жителями, повышение их грамотности в сфере ЖКХ достигается в том числе в рамках проекта «Мой дом». Проект был запущен в 2021 году по инициативе главы региона Дмитрия Азарова. Он направлен на правовую помощь, содействие активным собственникам жилья, обучение грамотному управлению и содержанию дома. Помогает выстраивать отношения с управляющими компаниями и разными ведомствами. Все это делается для удобства жителей, потому что, как мы знаем, в Самаре почти 10 тысяч многоквартирных домов, и в каждом из них возникают какие-то вопросы по содержанию. Куда обращаться с жителем, как правильно вести диалог, как добиваться выполнения обязательств управляющей организации, как добиваться соблюдения своих прав. Вот о всем об этом говорит проект «Мой дом». Замена лифтов в Самаре, как и во всем регионе, будет идти до конца года. Только в Кировском районе областного центра уже заменили лифты в 76 многоквартирных домах. До конца года новые подъемники появятся еще в 46. В продолжение разговора, Виктор Иванович, хотели добавить небольшую ремарку. И вот к этому все-таки что делать, если собственники не согласны с видом работ, указанных в региональной программе, о чем говорил Алексей Борисович? Во-первых, давайте по текущему капитальному ремонту. Текущий ремонт считается при условии, если идет замена, менее 30% от общего объема конструкций. Если более 30% мы меняем, то это уже считается капитальный ремонт. Это принципиальный вопрос. Почему? Потому что есть решение Верховного суда по этому вопросу. С государственной жилищной инспекцией мы определили, что было понятие, для чего. Это для того, что в первую очередь, если те, кто делает капитальный ремонт, выполняет, они могли по частям делать его. Более 30% первая часть, потом более 32% и третья окончательно решить. Что касается вопроса относительно того, что... Несогласие с видом работ. Несогласие, если собственники в программе имеют дату проведения капитального ремонта, допустим, той же кровли в 45-м году, им сейчас необходимо ее выполнить. Почему? Значит, для того, чтобы перенести сроки выполнения работ и виды сами работ. Значит, первое, что нужно сделать, это провести общее собрание собственников и принять решение, что мы хотим, перенести сроки работы или вид работ на такой-то период. Значит, этот протокол передается в специальную комиссию, которая у нас есть в городе, которая определяет целесообразность переноса этих сроков. И она делает два запроса. То есть проводится еще какие-то виды работ, чтобы... Да, да, да. Она, эта комиссия, делает два запроса. Получив этот протокол, она делает два запроса. Первый запрос. Муниципальный жилищный контроль. А действительно ли этому дому требуется срочный ремонт кровли? Получив положительный ответ, это первое. Второе. Делается запрос в фонд капитального ремонта. А какова собираемость взносов в данном доме? Если собираемость взносов менее 98%, то этот протокол рассматривать комиссия не будет. То есть должны, прежде чем проводить такое собрание, принимать такие решения, председатель совета дома должен обратиться в фонд капитального ремонта и сделать запрос. Какова собираемость дома нашего на сегодняшний день? Он делает этот запрос, прикладывает протокол или копия протокола о том, что он избран председателем совета дома. На основании этого запроса фонд капитального ремонта ему даст ответ. Собираемость, допустим, взносов на капитальный ремонт в вашем доме 95%. То есть, в принципе, ничего вам не решится. И программа не будет меняться. Должна быть собираемость более 98%. Вот если председатель совета дома получает такой ответ, что менее 98% собираемость, он должен поговорить с собственниками по поводу того, чтобы добрать вот эти недостающие 3%. Только тогда можно будет проводить собрание, и только тогда комиссия будет рассматривать этот протокол. После того, как комиссия рассмотрит протокол и все условия соблюдены, то есть действительно требуется ремонт, собираемость более 98%, этот протокол и решение комиссии отправляется в Министерство энергетики и ЖКХ. И они при актуализации программы будут менять эти сроки. Вот тогда, когда это будет сделано в программе, вот тогда можно будет выполнять работу. Алексей Борисович, скажите, пожалуйста, а вот все-таки кто контролирует качество выполнения работ в рамках текущего капитального ремонта? Ну, соответственно, в рамках и текущего капитального ремонта, то, естественно, у нас прямой контроль обеспечивают собственники, да, то есть это, значит, так как собственники, по сути, и в первом, и во втором случае являются непосредственно конечным пользователем проведения данных работ. Ну, отдельно давайте рассмотрим отдельно капитальный, отдельно текущий ремонт. В данном случае, если брать капитальный ремонт, то у нас есть непосредственно технический заказчик проведения работ в лице фонда капитального ремонта, да, который по закону и осуществляет функции, все возложенные на технического заказчика. Это непосредственно и технический контроль, строительный надзор, так называемый, это непосредственно и проверка форм КС-2, КС-3, это акта о приемке выполненных работ, непосредственно, значит, подписание договоров и оплата выполненных работ подрядным организациям. Естественно, в этот процесс вовлечены собственники многоквартирных домов. Они также осуществляют и надзор по факту выполнения работы, и контроль за ходом выполнения работы. Это, как правило, председатель МКД? Это то лицо, которое уполномочено и определено протоколом собственников. То есть процедура, она предусматривает предварительно, прежде чем заходит фонд капитального ремонта на многоквартирный дом, это получение непосредственно утвержденной ведомости объемов работ и определение от собственника старшего многоквартирного дома, кто будет непосредственно принимать, участвовать в приемке и так далее. И вот данное лицо, уполномоченное собственниками, оно целиком и полностью наделено правами и полномочиями на осуществление как контроля надзора, значит, за проведением работ на доме, и целиком и полностью от ответственности и от гражданской позиции данных уполномоченных лиц, и зависит в том числе качество проводимых работ на доме. То есть каким образом будет отслеживаться собственниками ремонт, ну, такой ремонт они в конечном итоге получают. Поэтому у нас масса примеров, где очень активно собственники участвуют, и действительно мы каждому дому рекомендуем включаться в этот процесс, и контролировать, и осуществлять непосредственно надзор за проведением работ. И в дальнейшем приемка выполненных работ по капитальному ремонту, она также осуществляется комиссионно с участием всех этих лиц. Это непосредственно старший по дому, да, который уполномочен собственниками в протоколе, это непосредственно администрация района, управляющая компания принимает участие в приемке, и, соответственно, фонд капитального ремонта технических заказчиков, подрядная организация, комиссионно выходит, формируется, непосредственно по ведомости, формируется отчетность непосредственно подрядной организации, и по факту приемки можно, естественно, высказать свои замечания, если они находят место быть, обычно фиксируется это документом, фиксируется дата устранения, и только после устранения всех замечаний объект принимается, соответственно, и в дальнейшем фондом капитального ремонта производится оплата. Да, есть, что добавить, Виктор Иванович? Ну, в принципе, все, что сказали, правильно, да, я на что обращаю внимание, вот уполномоченное лицо, это может быть председатель совета дома, это может быть представитель управляющей компании, это может быть просто житель, который знает строительные деньги. Разбирается, может быть, в каких-то тонкостях. Строительное дело, которое может действительно проверить, эти работы или нет, как они выполнены. Поэтому от того, как собственники настроены на это, и вот этот уполномоченный должен работать с фондом капитального ремонта, потому что за капитальный ремонт отвечает фонд капитального ремонта, не подрядчик, фонд капитального ремонта. Есть конкретное лицо, которое закреплено за этим домом, с ним надо работать. По всем вопросам в личный кабинет. Жители Самары могут через ресурсные центры, которые работают во всех внутригородских районах, получить доступ к платформе госуслуги. Специалисты МФЦ напомнили о возможностях информационного портала жителям промышленного района Самары. Подробнее в нашем сюжете. Выездные консультации очень востребованы, особенно среди пенсионеров, которым для решения какого-либо вопроса не приходится специально ехать в офис МФЦ. Сегодня специалисты МФЦ встретились с жителями промышленного района в ресурсном центре «Мой дом». Он находится в помещении местного совета ТОС. У Ирины Владимировны, а она старшая по дому, много вопросов. Большая часть из них касается безопасности использования портала госуслуги и защиты личных данных. Могут ли мою квартиру продать без меня? Представитель мне сказал, что да, для этого мне нужно подойти со всеми документами в МФЦ и, в общем-то, без моего участия поставить запрет. То есть личное участие должно быть на данную процедуру. Даже нотариально отзаверенность здесь не поможет. То есть личное участие. Такие приемы граждан проходят по графику, которые созданы в рамках проекта региональный центр поддержки председателей советов МКД, ТСЖ, ТСН, ЖСК «Мой дом». У жителей возникает много вопросов. Большая часть из них касается системы ГИС ЖКХ. Ее основные задачи – сделать сферу жилищно-коммунального хозяйства для граждан более понятной и прозрачной – обеспечить простой доступ к широкому перечню данных. По словам специалистов, такой диалог с жителями сейчас играет важнейшую роль в работе администрации районов. С учетной записью в системе госуслуги жители могут войти в систему ГИС ЖКХ. Это еще одна удобная платформа, которая позволяет получить полную базу знаний о жилых домах, расположенных на территории городского округа Самара, об управлении ими. Это достаточно удобно, особенно для старших по домам. Специалисты МФЦ помогают жителям начать или продолжить использовать возможности портала госуслуги. Через него можно, не выходя из дома, записаться на прием к врачу, оплатить штрафы к коммуналку, поменять паспорт. Также учетная запись на портале госуслуги открывает доступ к другим полезным платформам, например, к государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства ГИС ЖКХ и к автоматизированной системе управления ресурсами системы образования АСУ-РСО. С этой учетной записью можно войти в личные кабинеты на сайтах ведомств, налоговые службы, пенсионного фонда, фонда социального страхования и других. А на платформе обратной связи госуслуги «Решаем вместе» можно оставить сообщение о проблеме, с которой столкнулись жители, получить ответ от ответственной организации. И это далеко не весь перечень возможностей. Эти консультации, они очень помогают, потому что консультации у нас дают как провести собрание в очной форме, провести собрание в системе ГИС ЖКХ, сделать протокол, например, на участие в программах благоустройства, как правильно там поучаствовать, как правильно считает квитанция, куда можно обратиться, с каким заявлением. У нас есть полностью формы, бланки, с каким форматом, в какое подразделение или надзорные органы можно обратиться в собственник, либо старший по дому, если его не устраивает услуга, которую он получает. Напоминаем, специалисты во всех внутригородских районах города работают без предварительной записи. При себе необходимо иметь СНИЛС и паспорт. А вот сейчас я хочу вопрос вам адресовать. Скажите, почему на капитальный ремонт нужно копить заранее, Алексей Борисович? Ну, дело в том, что законодатель, когда, собственно, принимал решение и, значит, выполнение системы капитального ремонта, которая у нас утверждена на уровне федеральном, да, по сути, утверждена жилищным кодексом, собственно, вся идея сводится к накоплению, общему накоплению, и за счет этого накопления, ну, так называемого котла выполнения, работ на тех домах, которые нуждаются больше всего в проведении капитального ремонта. По сути, это и есть та идея, и та программа, которая на данный момент реализуется, которая позволяет одномоментно в год торговать и выполнять работы за счет тех взносов, сборов, которые осуществляются другими собственниками в общий котел. Значит, вот это и есть система, так называемая, котловая, где фонд капитального ремонта выступает и берет из этого котла собранные, соответственно, деньги и тратит их на те дома, которые уже капитальный ремонт подходит по региональной программе. Биктор Иванович, вы согласны? Значит, согласен, да я скажу больше, капитальный ремонт требует больших затрат. Почему? Потому что это дорогостоящие виды работы. И одномоментно выполнить эти работы и собрать сразу деньги, это просто нереально. Поэтому вот это вот сроки растягиваются. Мы платим понемножку, но каждый месяц, и у нас в конце... И платить понемножку нужно. Да, но и у нас в конце появляется определенная сумма, на которую можно уже что-то делать. Скажите, пожалуйста, Алексей Борисович, а много ли у нас в Самаре домов со спецсчетами? Ну, соотношение спецсчетов и, значит, домов, которые находятся в общем котле, на данный момент составляет чуть более 10%. Значит, у нас, в принципе, определены на уровне субъекта все непосредственно органы, как государственной власти, так и муниципальной, кто непосредственно курирует направление спецсчетов, курирует направление там по принятию решений за собственников. И на данный момент, если посмотреть статистику, да, то есть, ну, как только начиналась формироваться региональная программа, их было гораздо меньше, там, спецсчета были на уровне, там, 2%. Значит, и на данный момент мы видим тенденцию, которая позволяет, ну, то есть, которая говорит о том, что собственники заинтересованы, да. И переходят, да, от регионального оператора. Да, и переходят из регионального оператора на спецсчета. А, значит, ну, заинтересованы в чем, да, прежде всего? Да, наверное, в том, что они могут самостоятельно принять решение распоряжаться тем объемом средств, который был накоплен за эти годы. По факту, значит, накопления средств в общем котле, данные средства, они возвращаются собственникам по принятию соответствующего решения на общем собрании. Поэтому собственники, они, приняв данное решение, они могут претендовать на проведение работы уже по истечении там года, после того, как средства вернутся, и участвовать самостоятельно. Спасибо всем тем, кто был сегодня с нами. Это была программа «Совет моего дома». Надеемся, что ответы, которые озвучили мои гости, были для вас исчерпывающими. Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте «Совет моего дома», направляйте туда свои вопросы, отвечать на них будем в эфире программы. На этом все. Всего самого доброго и до новых встреч.